Ребята, всем привет! Случились у меня форс-мажорные обстоятельства, вот такие. Это приключилось сегодня. Сломался винт при очень странных обстоятельствах. Коптер сам стартанул, на бок завалился и ударился винтом, он разлетелся. Это второй винт. А вот первый. С ним тоже случилось несчастье. Вообще, коптер у меня уже пикировал вниз головой с 300 метров и вот всего лишь сломался винт. Представляете? Ну и одна нога немножко незначительно сломалась. Я ее как бы подсклеил, уже восстановил. Ну а в этом видео хочется заняться винтами. Этот винт хочется заклеить и восстановить. А этот винт хочется склеить в корневой части. Винты эти дорогие. Около 6 тысяч, по-моему, стоит комплект. Эти подешевле. Здесь получается незначительная поломка. Я думаю, малой кровью мне удастся починить. То есть сначала буду склеивать, потом укреплять, потом балансировать. В общем тут такая довольно таки непростая процедура будет. Итак, стартуем. Такого на канале я еще не делал. Но когда-то что-то приходится делать в первый раз. Видно, что эпоксидку, когда я открыл, она начала использовать срок своей службы. То есть видите, какой-то налет уже непонятный на горлышке образовался. И внутри она мухновая. Это американская эпоксидка. Вот такая. Она мне нравится. Нравится, как она склеивает. Но видите, имеет свой срок жизни. Алексей меня предупреждал, что это так. Но я особо не спешу, друзья, ее использовать. Даже если она полностью закристаллизуется, у меня уже был такой случай с отечественной эпоксидкой, которая тоже, кстати, была не ED20. Не такая не распространенная, как это необычная. Но я ее впоследствии растапливал и пользовался. Она была как новая. Здесь, мне кажется, будет то же самое. Наливаем отвердитель 1 к 5. Для начала я все склею. Далее последует следующая процедура. Буду обтачивать и укреплять. Склеить нужно максимально точно. То есть желательно все выставить. Выставлю по целому винтику. Можно сверху его прям наложить. И все будет четко, ребята. Здесь пленку проложу, чтобы не приклеилось. Или просто скотчем можно обмотать. И никаких проблем. Накладываем, совмещаем. И можно опять же скотчем прихватить. В таком положении оставим застывать эпоксид. Этим видео я хочу показать, что нет ничего невозможного. И даже можно починить воздушный винт. Появилось новое поколение ребят, которые считают, что винт... Нельзя так говорить. Это пропеллер. Немного подсохло. И теперь, не разбирая эту конструкцию, я снимаю верхний слой целиком. Вот этот. Намазываем. Накладываем полоску уголька. Отрезаем лишнее. Аккуратно надо. Распределить. И еще одну полоску уголька. Помню, пять полосок уже и сломать не так-то просто. Ну а сверху накроем тканькой, которая волокна будет соединять, чтобы они не разошлись. Пропитаю и опять на сушку. Можно сказать, что две трети работы выполнены. Точно такую же операцию нужно будет сделать и с обратной стороны. Но для этого нужно будет разделять. А здесь можно пропитать и тоже что-то наклеить, чтобы сгладилось все. Потому что видите, какое оно. Вот так оно застывает над печкой. На палке регулирую дальность выступания над ней и соответственно температуру. Пока суть додела, этот винт тоже подсох. Сейчас будем его обрабатывать. Нужно зашкурить опять же и наложить по одному слою с одной и с другой стороны, чтобы укрепить. Чтобы сильно не нарушить балансировку, потому что опять же здесь придется где-то снимать материал, чтобы сбалансировать лопасть, накладывать буду не особо много. То есть ширина будет всего лишь пару сантиметров. Треснуло под углом получается. Заклеил скотчем с двух сторон. Ждем застывания. Вообще гладенько получилось. Хорошо. Пока сохнут винты, покажу вам, что тут с квадриком происходит. В общем-то юзаю пока что винтики поменьше. Вот обратите внимание на сколько. Расход батареи с ними гораздо выше. То есть эти экономнее процентов на 30-40. Немного модернизировал его. А именно облегчил и вот эту вот деталь основную, на которой лучи держатся. Лучи также пооблегчил каждый на 20 грамм. Также много чего выкинул. Здесь была очень тяжелая плата, которая обобщает все регуляторы оборотов. И регуляторы оборотов тоже выкинул. Поставил один. Он там вот где-то внутри у меня находится. Так и не видно. В общем поставил один, который сразу на все четыре мотора. На 50 ампер. Вот не знаю, то ли он на 50 ампер на каждый мотор, то ли он всего на 50 ампер. И на каждый мотор приходится по 12 ампер. Что как бы и немного. Но квадрик потребляет сейчас мало тока. Поэтому должно хватать даже такого регулятора на столь большой квадрик. Облегчил я его где-то на 400 грамм. Как я уже говорил, было падение. И смотрите, что случилось со шляпой. Шляпа просто разлетелась. Квадрик при пикировании летел головой вниз. GPS антенна вообще отлетела. Я ее не мог найти. Был снег. Пока снег не растаял, я ее не мог просто обнаружить. А она находилась на чужой территории. То есть через забор приходилось лазить и искать ее там. И квадрик я там нашел. Он кверх ногами лежал. С 300 метров он спикировал, ребята. И остался кроме вот этой шляпы целым. И винт треснул. Винт уже высохнет, обточим и будет как новенький. Итак, что же у нас получается? Получается вот такая красота. Очень жесткий композит получился. Ух, прям вообще огонь просто. Лопасть, чувствую, в этом месте даже не гнется. Это хорошо. Нужно протереть от скотча остатки липкие остались. И обработать. И в общем-то, собственно, винт вот этот будет готов. Балансировать буду на китайском маленьком станке магнитном станке. И смотрим, все еще есть дисбаланс восстановленной лопасти. Точим, шлифуем дальше. Ну вот и все. Уже даже эта лопасть чуть перевешивает. Или нет? Нет, четко. Ну вот и отлично. Такой балансировки, я думаю, даже с завода с китайского не выходило. Делаем следующий винт, а этот готов. О как, я даже сразу не узнал. То есть вот этот винт целый, а этот склеенный. И он уже жесткий. Но мы еще наложим внутрь материала, чтобы было еще жестче. Сейчас дырочки просверлю, чтобы не потерять их. Сделаю здесь, опять завулканизирую. И все будет готово. Думаю, походит еще винтик и один и второй. И напоследок соединил два винта. Целый и ремонтный. Чтобы отпечаталась площадка. Чтобы более-менее точно можно было ее сделать. Чтобы не было никаких перекосов в последующем. Ни в этой плоскости, ни в этой плоскости. Похоже, что все-таки удалось мне срастить две половинки винта. Получилось очень жестко, очень качественно. На слово конечно верить нельзя таким вещам. Ребята, сейчас пойдем тестировать. Там уже наверное стемнело, но тем не менее надо попробовать. Ну вот, а я было расстроился. Знаете, как печально было, когда он сломался? Просто по дурости коптер что-то с ума сошел. И пошел на стену. Прям как почта России. Благо высоты не было. Он так слегка зацепил. И один винтик всего лишь сломался. Сделал спецплатформу для дрона из пенопласта. Чтобы не использовать ноги. Да и плюс батарея так лучше сохраняет тепло. В зимнее время это нормально. Ноги убрал, потому что они очень тяжелые. Весят пол килограмма. В такой комплектации что-то мне подсказывает, что коптер будет час летать. Что-то очень сильно мне подсказывает. Изначально он весил 4,5 килограмма в полной комплектации. С батарейкой все как надо. Смотрим сколько весит сейчас. 2900. Вот так-то, друзья. И посмотрим сколько он при этом будет летать. По потребляемому току станет все ясно. Если ток будет 12 ампер, а у меня батарея 12 ампер в час, значит час будет летать этот дрон. Поставил маленькую легкую FPV камеру. Коптер грузоподъемный. Его можно снабжать всякими тяжелыми вещами. Для начала захотелось максимально его облегчить. Все остальные функции я сохранил. Все можно поставить обратно и летать в полной комплектации. Резко стемнело. Но мы обязаны протестировать винты и сколько кушает коптер. За винты я не переживаю. А вот сколько кушает очень интересно. Сейчас поймает спутники и будем стартовать. Вроде бы поймал. Попробуем. Поставил пульт, вроде бы стабильно он завис. Потребляет 11,2 ампера. Сейчас 12,3 ампера. То есть скачет немножко, потому что ветер все-таки как-никак накладывает. Вот такие вот дела, ребята. Все-таки удалось мне сделать, чтобы коптер этот час летал. Большая радость. Если убрать ваттметр и убрать вот этот пенопласт, он еще дольше будет летать, потому что он станет легче и потреблять будет меньше тока. Ребята, хочу с вами проконсультироваться, какие же все-таки шасси ему сделать. То ли вот сделать какую-то такую платформу, немножко более культурно, то ли сделать какие-то маленькие вот здесь такие ножки. Знаете, с этими ножками проблема может быть. Если он сильно грубо сядет, здесь масса большая по центру с аккумулятором, он может просто провалиться. Ну а платформа создает аэродинамическое сопротивление при взлетах. В принципе небольшой. Скорость у него крайне малая. Он вниз очень медленно садится. Высоко нельзя подниматься, потому что вниз он супер медленно опускается. Можно не успеть. Батарейка может разрядиться. Снизу видно, что установлена гигантская батарея. 12 тысяч миллиампер часов. 12 ампер в час. И потребляет он на весе тоже около 12 ампер. Даже меньше. Вот эта коробка весит более 100 грамм. А каждые 100 грамм конкретно так уменьшают. Ладно, друзья, у меня на этом всё. Винтики работают. Квадрик летает около часа. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. Вот такой вот квадрокоптер получился неожиданно. Субтитры сделал DimaTorzok